Меня зовут Крисимов Денис. Я генеральный директор компании «Клэр Групп». Наша компания достаточно молодая, нам чуть менее двух лет всего лишь, и мы, собственно, занимаемся интеллектуальным анализом данных. Штат квартиры у нас в Казани, есть второй округ в Москве. Штат уже достаточно приличный для молодой IT-компании, 75 человек у нас стало на текущий момент. Это все под потребности, то есть мы растем под потребности, под клиентов, под задачи, поэтому, собственно, развитие, особенно за этот 2017 год, это прям успевает только управлять, что называется, очень быстро. Поэтому я сегодня вам расскажу, ну, совсем, так скажем, небольшой и очень такой верхнеуровневый опыт и те задачи, которые перед нами стоят с точки зрения, безусловно, бизнеса. То есть после меня мой коллега расскажет уже конкретный прикладной кейс, один из самых наших больших, и там система уже готовится к промышленной эксплуатации, там уже идет опытная вовсю, и там есть на что посмотреть. А я, собственно, расскажу. Самое начало. Вообще, если уж говорить и про ретроспективу, да, то как лично ко мне пришла идея, а идея пришла там не сегодня, не вчера и даже не два года назад, идея пришла достаточно давно, около 10 лет назад, когда я был студентом Энергетического университета нашего Казанского и в это же время работал в консулке. И вот у меня как молодого консультанта посылали на производственные объекты для того, чтобы строить разные системы, в том числе оценки технических расстояний, на тот момент развивающиеся. И когда я спрашивал у многоуважаемых вот этих мужчин, возрастных, которые там отработали на этом предприятии 30 лет, я спрашивал, какие чаще всего бывают у вас дефекты, как вы их диагностируете, как вы в целом мониторите работу оборудования. Они приводили меня в цех, в маршзал, куда угодно по производству, клали руку вот так вот на насос какой-нибудь, на электродвигатель и спрашивали, вот слышишь подшипники шуршат? Я им говорю, конечно нет, ничего не слышу. А я слышу. У них в голове есть нейросеть. Сначала это была теория их в вузах или в технарях профильных. Сначала это была теория, потом они пришли на практику, на завод работать. И эта теория накапливала много-много практик, и в итоге в их голове сформировалась вполне себе нейронная сеть, которая вполне себе хорошо по виброакустике, по погоде, по, я не знаю, по еще каким-то, по дням-неделям, они знают, когда у них примерно от каждого оборудования, как она себя ведет и так далее и так далее. И вот у них в голове эта нейронная сеть уже есть. Собственно, вот и вся идея. Нужно эту нейронную сеть переложить в IT-систему какую-то, которая делать будет то же самое. Вот. И, собственно, с этой идеей потом я 8 лет копил свой управленческий навык и капитал для того, чтобы превращать это в бизнес. И очень здорово, что сейчас уже теперь все говорят про вот эту цифровую экономику, про эти технологии, про нейронные сети, про машинное обучение. Это приятно слышать. Собственно, а чего же, на мой взгляд, на наш взгляд, не хватает российской промышленности, да и не только промышленности, да и не только российской, в общем-то, для цифровизации, так называемой. Вполне же очевидно, да и Максим уже сказал в предыдущем докладе, что, да, это старый парк оборудования с плохими местами датчиками, которые там показывают не точно или врут, или с задержкой таких примеров гигантское количество. Какие-то, какой-то парк есть вообще без датчиков, с ними вообще непонятно, что делать. Это, да, это недостаток кадров, причем на всех уровнях, как управленческих, так и инженерных, математических, программистских и так далее. Чтобы они были сконцентрированы в одном месте все, и в нужном качестве, и в нужном количестве, это редкость, по всякому случаю. Естественно, финансовые ограничения, потому что денег много не бывает, особенно у заводов, поэтому вкладывать их во что-то, это, в общем, та еще организационная задача, над которой стоит побиться внутри этого завода. Ну и, естественно, законодательное ограничение. Когда мы хотим, например, поменять тот самый межремонтный интервал этого объекта, а у нас законодательно закреплено, что плановый предупредительный ремонт, в объект текущего ремонта должен быть раз в три года на этот вид оборудования. Это серьезное ограничение, с которым, я надеюсь, мы, как страна, в конечном итоге справимся. Но самое главное, безусловно, то, без чего не произойдут никакие изменения, это, безусловно, человек. И, собственно, отсутствие решимости на этих самых заводах меняться здесь и сейчас, это ключевой, на наш взгляд, сейчас фактор. Я буду много, наверное, раз обращаться к докладу Максима. У меня много вопросов. Здорово, что в Волгограде заводы уже задумываются о том, чтобы это все делать, внедрять исследования, проводить на эту тему. Я, так как я работаю для бизнеса, и, собственно, это мой клиент, да, то есть часто встречаюсь с промышленными компаниями. И очень часто бывает, что самый топ-менеджмент говорит здорово, цифровая экономика, это надо делать, давайте, 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 давайте. А чуть ниже люди не готовы. Топ-менеджмент чуть ниже уровня, среди middle-менеджмент, они, ну, да, наверное, много, как у нас, куча текущих проблем. Поэтому вот это отсутствие решимости, это сейчас ключевой фактор. Захотят люди, будет все. Не захотят, но так и останемся, в общем-то, догоняющими. Ну, естественно, что же нужно сделать для того, чтобы это все изменить? Ну, во-первых, принять, да, все уже говорят, и там сегодня много раз говорили, что эти изменения неизбежны. Это, там, гадалки выходить, все равно это изменится. Не нашими руками, так и другими руками. Это первое. Второе. Это, конечно же, начать копить данные, если эти данные, там, кто-то из заводов, этих проходов не начал копить. И таких примеров сейчас очень много. Кто-то сейчас только задумывается, кто-то даже по нашему представлению начинает эти копить. Начинать их копить прямо сейчас, потому что дальше будет совсем уже поздно. И третье. Это выжать ценность. Ну, когда выполнили второй пункт, хоть в какой-то мере, теперь нужно начать из этих данных выжимать ценность. А данных будет много, поэтому это так называемый вид данных. Что же нужно для того, чтобы выжимать, да? Вообще, что нужно для интеллектуальной аналитики? Во-первых, безусловно, это нужен объект какой-то, над которым мы работаем. Нельзя просто захотеть, а давайте начнем собирать данные, и что-нибудь там потом с ними сделаем. Нет. Нужно идти от проблем. Проблема бывает на конкретном объекте. Объектом может быть как завод, так и конкретный электродвигатель, который часто ломается. Это нужно определить объемом. Безусловно, это вся инфраструктура, то есть это база данных, это все вот эти вот передаточные вещи. Это экспертно-аналитическая система какая-то, должна быть существующая или построенная вновь, или внедренная вновь. Таких сейчас достаточно много, хотя сегодня все говорили про тот же IBM Watson, как пример. Но я еще пока, к сожалению, не видел в промышленности, именно в промышленности, работы IBM Watson над промышленными данными, над именно телеметрией. Поэтому здесь еще как бы открытый вопрос. И, безусловно, это управленческий рычаг, который нужно обязательно всегда применять, иначе ничего не случится. И, переходя к более конкретному вещам, мы для себя, так же, как в предыдущем докладе, выделили уровни развития, да, вот этого всего, то мы здесь выделили уровни аналитики в зависимости от полноты данных и других факторов. И, собственно, это ответ на вопрос, что заказчик может получить, обладая тем или иным набором данных. Самый первый уровень, с чего все начинается, это даже не уровень какой-то предиктивной аналитики, это то, что называется аномалия B, когда у нас в массиве данных идет какой-то выброс, то, что называется аномалия. Что-то идет не так, или то, что, вот опять-таки, в предыдущем примере, когда у нас количество часов много-много тысяч, это какая-то аномалия непонятна, причем, чем она вызвана. Что нужно для того, чтобы понимать, что это аномалия, во-первых, с точки зрения телеметрии с оборудованием, я говорю именно про данные с датчиком. Это дискретность не менее раза в секунду, и это режимы, понимать нужны режимы эксплуатации этого самого оборудования. Приведу пример в качестве примера лотомотив. Сложное техническое устройство, когда оно заводится, то все параметры практически делают большой-большой скачок. Вот, информация и режимы, это знать, что в момент завода эти параметры, особенно скорости, они вдруг, хотя он стоит, они скачут. Иначе вы, когда проведете эту исследовательскую работу, придете показывать заказчику, и покажете, что здесь какая-то аномалия происходит, он скажет, и к этому просто завелось. Второе. Мы знаем, где что-то не так. Это тоже еще не прогноз, это всего лишь определение конкретного места, где это происходит, какие параметры и в каких узлах. Потому что та же самая температура, которая растет, она может быть вызвана, рост температуры может быть вызван разными факторами и на разных узлах. То ли это дело подшипники, то ли это дело изоляция, то ли это на вытисло лжа. Просто здесь мы поймем, что еще нужно для того, чтобы понимать плюс к тем же данным. Это знать разузловка этого самооборудования по параметрам, то есть из чего состоит электродвигатель. Он состоит из науклада, протора и так далее, и так далее. И экспертиза, безусловно, нужна, потому что обладая только математической компетенцией, ничего получить хорошего, то, что можно будет применять, нельзя. Нужен обязательно инженер, желательно тот самый дядька, о котором я рассказывал в самом начале, который по руке в виброакультике знает, что произойдет с оборудованием. Желательно его же, собственно, сажать рядом с математикой. Третье. Вот с этого начинается прогноз. Когда сломается? Плюс к этим данным нам нужны данные за период, как минимум, от ремонта до ремонта, чтобы начать и понимать, и делать этот анализ. При этом, безусловно, нам нужны типовые отказы. Ну, какие-то отказы, которые мы хотим прогнозировать. И таких отказов, желательно, должно быть не менее десяти. Тогда мы сможем прогнозировать, когда сломается. Еще дальше. Когда и что сломается? Тоже немаловажно. И к этому случаю здесь просто увеличивается. Плюс 50 случаев таких, что достаточно сложно достать. Плюс обязательно важна непрерывность данных. Потому что, ну, если копили данные, потом перестали копить, ну, по каким-то причинам, потом опять копили, мы не знаем вот в этот промежуток времени, что с этим оборудованием происходило. При этом здесь у нас появляется такое понятие, как физическая модель, и оно здесь опциональное. Что такое физическая модель? Математика и метод машинного обучения. Здесь все прекрасно, особенно не для промышленности, но без знаний физической модели мало чего получится от такого какого-то глобального и хорошего. Особенно прогноз. И здесь нужно ее применять. Плюс к этому, к следующему уровню, когда и что, и как, то есть как сломается. Это будет короткое замыкание, или пробьет еще чего-нибудь, или вылетит подшипник. Как сломается, это здесь физическая модель обязательно. Плюс математика и плюс то, что я уже сказал. И самый верхний, на наш взгляд, уровень, то, что я еще, во всяком случае, в примерах нигде не видел. Здесь добавляется причина отказа. Плюс к этим данным нам нужно понимать, какие причины будут по уже прошедшим отказам, предшествия этим отказам. И тогда мы сможем строить те модели, которые будут прогнозировать те же самые причины. Вот примерно такие уровни аналитики мы выделили. Чаще всего мы у заказчиков встречаем и доходим до четвертого и третьего уровня. То есть пятый и шестой. Шестой совсем никогда пятый не в России. Четвертый и третий это да. Ну, первый и второй это безусловно. С этого всегда мы начинаем. Вот именно как-то так. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Верном из столовых были проекты, где вас попросили анализировать действия людей. Задачные системы. Система про лет задания. Вот там что-то вовремя. Или может быть, кто-то на почве, где-то, 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 где-то. Вот, считается. Вот мы, как компания, специализируемся на промышленности. Но... Там же тоже есть управление, например, в офис. Сейчас объясню. У нас... Как бы это покороче так, чтобы все понятно было. Да, сталкивались не в качестве бизнес-задачи, а в качестве для себя. Я какое-то время занимался системами документооборота, но потом вернулся в свою эстезию, в промышленность. И да, для себя, для исследований мы сейчас, я и мои коллеги, ведем такой маленький подпроект, о котором даже мои коллеги не знают. Там, как раз, про поведение людей. Мы все данные, которые из системы документооборота, всю базу данных, прогоняем через модели для того, чтобы оптимизировать процесс и понимать, потому что, когда у нас какой-то бизнес-процесс, особенно автоматизированный в электронном виде, ну, там, например, согласование того же самого договора и еще каких-то вещей пропустить через систему аналитики, можно увидеть, какой там конкретный дядя, Петя, Вася и еще какой-нибудь, чаще всего, на ком это все замыкается, под каким причинам чаще всего договор возвращается, например, на второй круг согласования. И вот эти все аналитические задачи очень легко решаются во всяком случае у наших примеров. Да, сталкивались? Ну, просто это огромный же рынок. Да. Никто не занимается. Да. Органические системы. Абсолютно верно. Поэтому я ради того, чтобы как бы через какое-то время вывести это на рынок, делаю это небольшое исследование. Ровно поэтому. Моя очередь, да, вот, мне не очень понравится эти вот действительно уровни аналитики, но вот по поводу частоты дискретизации. Ведь, по сути дела, это есть ограничения, допустим, на вот именно эту частоту дискретизации. Как вот вы справляетесь с ситуацией, когда у вас различная частота дискретизации и, допустим, обработка нескольких... Я приведу пример, да, когда мы анализировали потребление электроэнергии, у нас бельгийцы предоставляли нам потребление каждые 15 минут, а погодные сервисы дают раз в час, либо раз в четыре часа. И более того, что они не всегда интервалы и равны. Здесь мы... Все зависит... Во-первых, мы сводим эти данные, нормализуем к единому знаменателю, что называется. Во-вторых, все зависит от того, насколько эти параметры коррелируют между собой, насколько они связаны. Потому что, если это не связанные параметры, условно, например, там ток на электродвигатели и скорость локомотива, они связаны. Их надо приводить в один... Ну, в одной плоскости рассматривать. А если говорить про систему маслоснабжения, например, дизеля и тот же самый ток на электродвигателе, то это как бы вещи такие... Не связаны. Поэтому там дискретность, ну, какая есть, такая есть. То есть, ну, чаще всего мы, да, нормализуем, безусловно. Это прям отдельный большой блок в системе нашей есть. Мы сами написали и сейчас развиваем нашу систему. Там отдельный большой блок ETA. Который, да, важен. Это можно даже, наверное, где-то расселить, как отдельный продукт, который можно отдельно продавать. Отдельный ETA. Спасибо. Здорово. Спасибо. Ну что, Саша, тогда я пользуюсь случаем, передаю слово Александру Вадееву. Александр Вадеев мой коллега, он у нас коммерческий директор. И он расскажет уже про конкретные кейсы, о которых я говорил, который вот готов уже практически к промышленной эксплуатации, про анализ локомотивов. Спасибо. Спасибо, Денис. У нас, с одной стороны, очень приятно находиться в камерной обстановке, где 15-летний опыт преподавательской деятельности складывается в такое двоякое ощущение. Или студенты не нашли, что у меня было довольно часто и довольно редко, или свинтельно. Изначально у нас целевая аудитория была определена как тот менеджер IT-директора бизнеса, которым можно было бы рассказать о нашем опыте, об инновационных таких инструментах, которые можно сейчас использовать и получать определенные бенефиты. Я так думаю, здесь остались действительно самые стойкие и самые заинтересованные. С чего хотелось бы начать? Наверное, с того, что последние полтора года я не занимаюсь преподавательской деятельностью и вместе с инициативными коллегами мы продолжаем создавать, воспитывать и растить нашего IT-ребенка, наш IT-продукт, который в первую очередь сфокусирован на анализ действительно промышленных данных. У нас в свое время был довольно боевой слоган, который звучит примерно следующим образом – «Меняйся и умри». Вот сейчас мы действительно наблюдаем определенный этап промышленного передела. И вот то, что говорил Сергей в своем выступлении, спасибо, что вернулись, я начал переживать. Уже меня быстро. Что передел – это всегда революционный какой-то рывок. Любое революционное движение, оно сметает что-то. С чего начал Сергей, я лишь напомню эту мысль. Да, действительно, определенный тип рабочих мест будет убран из социального пространства. Но есть у этого и обратная позитивная сторона. Когда мы переходили от лошади к пару, да, конихи ушли, но, по крайней мере, их стало гораздо меньше, Но появился другой тип профессии. Здесь человек обслуживал лошадь, появился новый пол профессии вместе с промышленным переделом. Он теперь обслуживает правовой двигатель. И в этом плане здорово. Здорово, потому что, во-первых, это круто – жить такое время. Во-вторых, мы стараемся сделать максимум отечественным продуктом и для российской промышленности. Это нас сильно заводит и вдохновляет. Потому что, если вы вспомните, прошлый промышленный передел дал огромный скачок в развитии ряда европейских стран, благодаря чему они являются сейчас флагманами и по экономическому росту, и по технологиям, которые они создают. И перед нашей страной возник такой же исключительный момент, чтобы мы его наконец-то смогли полноценно использовать. И следующее место, которое бы я хотел сказать – это цитата из всех известного произведения Юлиуса Кэрролла, когда Иса рассказывает, что, знаете, мы когда, если стараемся куда-то попасть, то бежим в это место. Они на это отвечают, а у нас всё по-другому. Если мы хотим оставаться на одном месте, мы бежим. А если хотим куда-то попасть, то начинаем бежать со всех ног. Так вот у нас сейчас именно такая ситуация – меняйся и умри. И нужно бежать не просто со всех ног, а стараться делать это максимально быстро и эффективно и каждодневно. Общаясь с юбежными коллегами, которые работают в этом же русле, есть два момента. Один очень хороший, а другой тоже хороший, но нас немножко подстёгивает, о чём говорил Денис. Во-первых, начну с хорошего, с очень хорошего. Они в плане эффективной аналитики, предсказательного сервиса, интеллектуального анализа данных не так уж сильно ушли далеко от нас. Это первое. Второе, что действительно у них лучше, а я имею в виду, в основном, европейский и американский опыт, они начали копить данные гораздо раньше, чем мы. То есть в минимум 5-6 лет они уже их копят. И в этом плане, безусловно, мы немного в отстающих. Но подобные конференции формируют IT-культуру и, безусловно, дадут свой синергетический эффект. Так вот, интеллектуальный анализ данных, промышленный передел, индустрия 4.0 — это все те слоганы, которые сейчас модно и на слуху. Конечно, они имеют хайпный характер. Безусловно. Безусловно, это симулятор в том плане, что мало того, что заявляется, будет внедрено. Но если в начале XX века американский мультимиллиардер говорил о том, что тот, кто владеет информацией, владеет миром, сейчас это слово можно трансформировать и дополнить. Тот, кто имеет аналитический инструмент по анализу данных, имеет огромные преимущества перед всеми остальными. Мы действительно видим, что сегодня накоплено огромное количество данных. По исследованию всемирно известного аналитического агентства «АДВЕС» в 2011 году было накоплено 1,8 зетабайт данных, а в 2012 году уже 2,8 зетабайт. А вот прогноз на 2020 год говорит о том, что будет накоплено 40 зетабайт данных. Это примерно, если переводить на более понятный язык, я, если честно, не техна ни разу, но я для себя все непонятные вещи стараюсь сформировать в понятные. Это 40 триллионов гигабайт данных. То есть к 2020 году на каждого жителя планеты, учитывая детей и женщин, будет приходиться по 5,7 гигабайт данных. Очень много. Естественно, они не все будут релевантны и, я думаю, процентов всего на 30 можно будет из них извлекать какую-то ценность, но это уже тот тренд, который требует качественного и доступного инструмента. Конечно же, мы всегда имели стандартные вещи, которые нам помогали работать с данными, анализировать и получать какую-то аналитику. Они вам всем известны. Это Excel, да? Довольно хороший инструмент. Единственное, что в текущих условиях его сложно применять, потому что Excel работает с подготовленными данными. Но нет, абсолютно отсутствует инструмент, который бы позволял работать с промышленными данными. И мы, как IT-компания, фокусируемся именно в этой плоскости и создаем продукт для нашей промышленности и для наших промышленных данных. Закрывая тем самым несколько ключевых моментов, которые озвучивал наш президент в послании Законодательного собрания, это момент по безопасности, момент по развитию отечественных IT-компаний. Какие задачи стоят перед нашей российской промышленностью и не только российской? Другой собственник производства и профильные структуры данного производства, отвечающие за надежность работы оборудования, за непрерывность бизнеса, за повышение операционной эффективности. Все эти структуры понимают, что данных накоплено много. Тем более, современное оборудование достаточно хорошо оснащено датчиками. Многие отделы по техническому обслуживанию и ремонту используют также современные довольно хорошие информационные системы мониторинга и телеметрии. Единственный нюанс складывается в том, что этих данных или недостаточно, или их качество оставляет желать лучше. Это, да, действительно проблема. Но проблема эволюционного характера в ближайшее время будет довольно быстро решена. И собственник бизнеса, и вот эти профильные департаменты производства всегда хотят знать, когда их оборудование сломается, каков его остаточный ресурс, как сократить вложение на автоплановые ремонты. И вот инструмент по кредитивному анализу исторического массива данных позволяет это сделать. Позволяет перейти и сократить внеплановые ремонты, сократить простое оборудование благодаря тому, что внедряется и происходит переход от регламентированных, в лучшем случае, ремонту. Обычно ремонтировать тогда, когда сломалось. К ремонту по состоянию. В свою очередь, подобный шаг ведет к оборудованию эксплуатации и единиц оборудования. То есть многие компании, например, возьмем сервисные компании, у них в качестве TPI так и прописан коэффициент технической готовности. И бизнес их построен именно на этом TPI. Естественно, как выхлоп от этого всего, мы получаем сокращение сбоев и простое оборудование. Другими словами, повышаем устойчивость эксплуатации и устойчивость развития бизнеса. Когда общаешься с собственниками заводов и пароходов, во-первых, радует то, что большинство из них понимают, к чему мы все движемся. И понимают, что решение нужно принимать здесь и сейчас. Потому что завтра уже будет поздно. И не важно, как ты относишься и принимаешь, как долго будет промышленный передел, сколько времени, он неизбежно наступит. На последних конференциях, которые проходят, многие задаются вопросом, а сколько у нас есть времени для цифровизации? Наверное, очень мало, если говорить нисколько, потому что это нужно делать здесь и сейчас. И большинство систем, которые есть и используются, стремительное развитие у вас перед глазами. Если 12 лет назад я приходил на промышленные предприятия и говорил им о том, что нужно автоматизировать конструкторскую технологическую подготовку производства, создавать системы управления жизненным циклом изделия, класса ПЛМ, ПДМ, они вызывали, безусловно, определенный скепсис и возмущение. Как так? Мы возьмем все свои архивы, берем, а их у нас там 3 здания по 5 этажей и такое же количество персонала. Нет, как так. Это просто неприемлемо. А сейчас все работают в КАП, МЕХ, системах. У всех стоят системы управления жизненным циклом изделия. На многих предприятиях внедрена система ERP. И в этом плане инфраструктура, которая может передавать данные, на которые мы опираемся, оно довольно неплохо сформировано на большинстве предприятий. Но одно дело, когда ты обращаешься к этим данным по факту их наступления, системы ТОРа берут именно их и назад откатывают историю, а что же мы сделали не так, и зачем у нас обрабатывающий центр сломался. Сейчас же основной тренд, который мы поддерживаем и развиваем, это переход от статической модели работы с данными к работе с данными в Real-Time Enterprise. Мы создаем инструмент, который позволяет управлять данными в момент их рождения. Именно этот вектор, по наш взгляд, является ведущим, проактивным и успешным для того, чтобы производственный процесс и выпуск продукции на наших предприятиях был конкурентоспособный и доступный как на отечественном, так и на мировом рынке. Как архитектурно построено наше решение? В общем, секрет? Секреты нет. Об этом мои коллеги, Максим уже неоднократно говорил. Мы опираемся на массив данных, которые получаем или из телеметрических систем, из каких-то учетных. Следующий источник – это датчики, которые расположены непосредственно на единице оборудования, позволяющие получать какую-либо информацию. Безусловно, разное оборудование на каждом предприятии, и это зоопарк. Естественно, много из них проприетарны. Зарубежные производители мало того, что не хотят раскрывать это. Вообще, в связи с последними политическими событиями крайне настороженно к этому всегда относятся. Наша задача первое – получить, второе – нормализовать. Естественно, система у нас имеет модульную архитектуру. Попадая в модули сбора, обработки и анализа данных, мы их нормализуем. Готовим для того, чтобы потом на основании их вместе с заказчиком вычленять. Ну, сначала определять ключевые параметры контроля. Исходя из этого, уже создавать и находить, создавать математическую модель. Если она недостаточна, то инженерно-физическую. Если данных мало, качество их оставляет желать лучшее. Загоняем полученные данные в нашу мат-модель и на выходе получаем визуализацию полученного результата. Как любая интеллектуальная система, а если вы помните определение интеллекта, это мыслительная способность человека, опирающаяся на анализ, обработку, запоминание и обучение полученного опыта с целью изменения окружающей среды. Интеллектуальный анализ данных в преломлении промышленности – то же самое. Исходя из меняющихся внешних условий, мы даем инструмент поддержки и принятия решения, благодаря которому предприятие получает соответствующий рефит. И чтобы вам на этом слайде описана наша отраслевая направленность, мы работаем абсолютно со всеми отраслями, которые у нас присутствуют в нашей Российской Федерации, и не только, получаем заказы на наш инструмент и от зарубежного рынка. Да, это больше уже про проект. Все-таки у нас секция больше не продуктовая, а в целом про технологии искусственного интеллекта. Итак, что хотелось бы сказать? Ну, хотелось бы сказать про наш конкретный реализованный кейс, с помощью которого мы решились. Денис, выступая, определил ключевой критерий, который позволяет достигнуть эффекта сложившейся ситуации. Я бы его дополнил. Помимо смелости, необходима еще и вера. Используя эти два ключевых фактора, мы нас пригласили в крупный проект при РЖД поучаствовать в создании умного локомотива. Что было у нас на входе? На входе были существенные многомиллионные издержки сервисной компании, обслуживающей тяговый подмежной состав российских железных дорог, издержки в разрезе внеплановых ремонтов, в понижении коэффициента технической готовности. И, исходя из этого, топ-менеджмент поставил задачу, каким образом можно это все минимизировать и перевести в экономический генефит. Мы определили сеть, определили несколько наиболее подходящих, на наш взгляд, типов локомотивов, подключились к микропроцессорной системе управления. А на тот момент анализ данных происходил следующим образом. на анализ поломок. Он уже забирался в некотором виде и полностью был завязан на экспертизу диагностно. То есть, человеческий фактор присутствовал даже не на 100, а на все 200%. Плюс к этому посему, на ежедневный анализ данных того или иного локомотива уходило, как минимум, от 4 часов. Довольно много. Мы разработали систему, сначала систему мониторинга и следующий шаг – систему предъективного анализа. В результате которого сразу получили соответствующий эффект. Первое – это то, что за довольно приличный период времени, это 14 дней, мы научились предсказывать предотказное состояние в работе локомотивом. А там, в основном, мы были сфокусированы на тяговом электродвигателе. В качестве контролируемых параметров использовали ток, напряжение и корпусный параметр скорости колесной пары. Следующий показатель экономического эффекта – это в 10 раз ускорен процесс определения именно вот этих батлонетных узлов. Наша система, благодаря тому, что она не просто мониторит, подсказывает и предсказывает, была синтегрирована с системой управления и планирования производства из захода локомотива в ремонтный депор. Опираясь на нашу информацию, сейчас создается автоматический заказ на лек, и этот процесс также существенно сокращает срок простоя локомотива. Ежегодно компания фиксирует сокращение и сдержит на внеплановые поломки под 100-150 миллионов рублей – довольно приличная сумма. Все это позволяет нам участвовать и продолжать развивать данное выбранное нами направление, заряжая нас энтузиазмом и энергией для того, чтобы подобные вещи транслировать и на другие отрасли экономики. А давайте еще-таки подведя итог… Вот я как раз хотел его сделать. С одной стороны, очень хорошо, что мы с вами собрались для того, чтобы поговорить, можно различное количество инноваций обозначать, возьму, как у нас заявлено, 10 инноваций, которые могут изменить бизнес. Бизнес. Да. Замечательная штука. Я жду, когда, например, нас в том числе пригласят на конференцию, которая будет звучать, например, следующим образом, 10 инноваций, которые изменят человека. Ведь все, что мы создаем, наши компании создают, создают компании, которые работают в том же ключе, что и мы, они направлены на изменение нашего социального пространства. И не всегда оно происходит со знаком курса. Та цифра, которая есть на сегодня, она нас так или иначе отдаляет. Или взять мессенджеры и все, что с этим связано. Или прорывная ядерная технология. Я предлагаю в качестве итога подумать, наверное, и в этом ключе. И закончить такой знаковой, мне кажется, притчей, ученики в китайской школе как-то раз решили проверить, насколько действительно мудрый учитель, который их учит. И вот один из самых проактивных придумал задание, на его взгляд, беспроигрышное, которое подтвердило некомпетентность его мудрого учителя. Он поймал бабочку, зажил ее в ладони. Подошел к учительу и спрашивает, учитель, скажи, бабочка у меня в ладонях живая или мертвая? А до этого он спрогнозировал ответ следующим образом. Если учитель скажет, что живая, он сам пукнет ладони, она кажется мертвой. А если мертвый, наоборот, раскроет, она влечет. Так вот, учитель действительно был мудрый, и он ответил, все в твоих руках. Так вот, ситуация, в которой мы живем, именно коррелирует с итогом сентенции данной притчи. Все в наших руках. Мы, по крайней мере, будем делать максимум для того, чтобы, я вам открою секрет, в нашей компании основной слоган, не тот, который я вам сказал, меняйся или умри. Основной слоган звучит следующим образом. Мы работаем в компании счастливых людей и создаем лучший продукт для отечественной промышленности. Спасибо. Давайте аплодисменты Александру. На самом деле, Александр, далеко не убегайте. Мне хотелось бы какой-то небольшой итог подвести с участием и вас, и, возможно, кто-то из участников захочет. То есть вас, Дениса и Максима, то есть всех спикеров этого блока, и, возможно, кто-то еще из участников присоединится. Давайте все-таки, ну, здесь мы в большей степени касались своего продукта, а в целом, вот я прогрессивный руководитель, вот я хочу использовать технологии искусственного интеллекта, вот я, например, директор агентства бизнес-событий, вот мы занимаемся организацией конференций во многих странах и городах. Что должны делать компании вообще, какие шаги, с чего начинать, как вообще… Давайте вот прямо какой-то вот роудмэп набросаем, то есть что вообще… Если человек, руководитель, задумался об искусственном интеллекте, то куда дальше? Давайте. Пять секунд. Для повышения операционной эффективности что необходимо? Что необходимо для повышения операционной эффективности бизнеса? Первое – начать, начать копить данные. Копить данные. Следующий момент. Ну, то есть это какого рода данные, то есть вообще все… Безусловно, смотрите… Вы говорите, что мы сегодня в данных, и вот вывозили цифры, пять с чем-то гигабаритных человек, уже, грубо говоря, это много. То есть что, как есть, вообще все, как видите, или можно… Вот смотрите, дело в том, что что-то отбрасывать – это как раз задача интеллектуального… Системы интеллектуального анализа данных. Она сама для себя решит, опираясь на опыт отраслевых экспертов, профильных специалистов, если это социальные данные, медицинские данные, промышленные данные, банковские. Они сами определяют. Первое, что нужно – начать копить. Вот сегодня на утреннем нашем совещании говорили о том, что не копят данные. И это основная проблема. А какие в первую очередь копить? Что? Чем ниже эти данные, я отвечу за Александра… Низкоуровневые, мы можем так и сомнировать. Да, низкоуровневые данные. Чем они ниже, тем лучше. Например? Например, если мы говорим про… отбросить промышленность, в которой мы специализируемся, а если мы говорим про магазин, да, обычный, то данные об… ну, те же самые чеки, которые пробиваются, и данные, которые там печатаются – это один из вариантов низкоуровневых данных. Второй вариант – это там те же самые, ну, оперативные остатки. Ну, то есть чеки – это вот то, что человек купил, какие продукты… Да, если мы говорим про банки, финансовую секта, то это все операции. Если мы говорим про телеком, да, то это все операции, вплоть до, я не знаю, звонки, даже символы, которые мы печатаем, пишем, получаем и так далее. А если говорить про промышленность, то это данные телеметрии, то есть это информация об активах. Человек, когда приходит к врачу, говорит, что-то сейчас не то. Первое, на что его отправляет врач – это на диагностику сердца. Хорошо, вот, да, завершу дальше. То есть вот этот вот большой пласт, который связан с данными. Данные сами по себе, конечно, это хорошо, но следующий большой пункт, с которым мы сталкиваемся, приходя на промышленные предприятия – это IT-инфраструктура. Но давайте все-таки посмотрим шире, то есть не только на промышленные предприятия, а в целом на любые компании, кто хотел бы изучать, усыграть технологию с бутином и интеллектом. Готовность IT-инфраструктуры, неважно, это предприятие, банк или медицина. Следующий шаг – это и готовность… Готовность IT-инфраструктуры. Что там должно быть? Там, во-первых, должны быть созданы системы, которые позволяют хранить эти данные. Я немножко добавлю, можно вот… Есть понятие сырых данных, то есть то, что мы получаем вот с объекта, да, и эти данные обязательно нужно хранить. Вот, поговорите с астрономами, да, как они наблюдают за невестными целами, у них просто громадное количество информации. Но любая обработка, которую мы делаем, это уже внесение каких-то изменений в данных. И мы можем ошибаться в мере предобработки. Ну, условно говоря, мы сейчас делаем гипотезу, что вот там энциклитизация такую идет, потом мы решили изменить. И вот целые данные, да, нужно хранить. Ну, то есть хранение – это здесь идет речь о дата-центре, правильно? Это дата-центре, это как и физическое, так и облачное хранение. Ну, вот смотрите, я приводил вам цифры, что к 2020 году будет накоплено 40 ZB данных. Из них только 15 будет храниться в области. То есть, другими словами, скорее всего, только с этими 15% придется работать. Следующий этап, наверное, должен базироваться на технологии, которые позволяют работать с данными, которые, собственно, хранятся уже. Это мы тоже к инфраструктуре внесем? Нет, это отдельный пункт. Ну, то есть, инфраструктура должна… Вот думаем, по инфраструктуре мы должны договориться только о дата-центре, о том месте, где мы храним. Что-то еще нам нужно с точки зрения инфраструктуры? Да. Естественно, это каналы передачи. Ну, то есть, если мы храним Google, оно и в целом, как мы эти данные собираем. В интернет это надо подключить устройство в каждой холодильнике. Это вот о том. Следующий момент – это наличие инновационных технологий, которые и позволяют извлекать ценностное существенное ядро. Следующий момент – наличие технологий, которые подразумевают наличие продуктов, наличие технической экспертизы. То есть, это или аппаратно-программная часть, это аппаратная программная часть в сочленении с профильными специалистами. То есть, есть технологии, есть специалисты, которые могут их внедрять. То есть, сама по себе технология бессмысленна, если нет людей, которые умеют ей пользоваться, но хотят научиться ей пользоваться. Вот. А Вы, например, рассказывали про свое решение. То есть, в целом, у нас в России, то есть, у нас западные решения. То есть, если я, как директор, решила, каким-то образом дальше анонсировать свои данные на базе скульптного интеллекта, я начинаю оборудить, я готова строить инфраструктуру, дальше я должна посмотреть на какие решения. Это преимущественно западные. Дмитрий Марчук, посмотрите, надо разделить два момента. Первый момент такой постановки задачи. У меня есть несколько терапайтов данных. Сделать мне что-нибудь для бизнеса. Это вот одна постановка задачи. Вторая постановка задачи, когда человек приходит с конкретными проблемами, у него есть конкретные KPI и есть конкретная неудовлетворенность теми показателями производства, которые сейчас на данный момент. И он уже исходит от конкретной задачи, что необходимо сделать, чтобы не изменить технику экономических показателей производства. Мне кажется, вот, Александр, как раз вот первый момент, да, мы накопим данные, у нас есть технологии, мы эту технологию пытаемся решить и применить. Это первая часть. А вторая вы говорите, если продолжать вашу мысль, не о данных, их анализе, потом визуализации, а о внедрении изменений на основе полученности данных в бизнес. Есть как бы две стороны одного и того же. То, о чем говорит Максим. Это первый разрез, то, что это нужно обязательно сделать. Но все это бессмысленно, если это делать, не преломляя и не накладывая на конкретную проблему, которую либо заказчик уже знает и говорит о ней, либо еще не знает, но хочет. Либо он вывел в процессе, да. Поэтому это, нельзя их назвать как бы одноуровневой вот этой всей вещью, но это вторая очень важная, безусловно, часть. Это проблема, которую мы решаем. Ну, потому что если не решать проблему, никто не будет на это деньги тратить. Это бессмысленно, и как есть, если это не получится. Нет, ну, с другой стороны, вы говорите, что уже сейчас надо подвести данные, вот IT-службы, они до этого или дорасти должны, или компания должна таким человеком завестись. Потому что его роль также входит в функцию обучения бизнесу новым технологиям. То есть он лазит по компании, он знает состояние рынка, он приносит в компанию какие-то новые идеи, экспертизы. И именно это ответ на ваш вопрос. А как бизнесу понять вообще, что это интересно, интересно, нужно, не нужно? Вот для этого есть специальный человек, сейчас он называется Chief Digital Officer. Главный путь диджитализации, по цифровой трансформации бизнеса. Это может быть либо, в любом случае это CDO. Chief Data Officer, Chief Digital Officer. Бизнес начинает проникать в эти технологии через, ну, посла, через специального человека, который понимает возможности этой инфраструктуры. А IT-шники превращаются в сервисную организацию, которую ему потом по его ТЗ эти данные собирают. Все ТЗ через него, он может их сам инициировать во многом в бизнесе. Вот есть такая классная роль, например, компания «Этажи» озадачилась и ищет всей CDO сейчас. Не, ну, это значит уже должна быть какая-то определенная зрелость бизнеса, который понимает, что ему нужен CDO. Ну, давайте так, генеральный директор «Этажей» год залил, чтобы заказать себе, ну, HR, попросить себе CDO. Потому что он читает, он ездит. У них аналитики сказали, давайте Big Data как-то освоим. У нас же данных много лежит. Я еще, наверное, добавлю сюда сбор данных. Все данные, которые собирает компьютер о себе, это все логи, которые он собирает. Это тоже все в низкоуровневых данных, да? Я бы по-другому это сказал. Это данные, которые возможно собрать процессом. Причем неважно, если процесс стоит в тепловозе, пускай он на себе данные собирает, если он стоит там в компьютере, пускай он в деятельности людей данные собирает. Вот это относится к самым низкоуровневым данным. Просто вот эти же идеи проективной аналитики. Винчестеры же прогнозируют свой сбой, да? Уже лет десять прогнозируют. Потому что каждая транзакция записи сопровождается логом, успешно или неуспешно. И вот у нас большой-большой пул данных, большой-большой лог, как он это все писал, писал, писал. В коммуникационных каналах тоже самое, в мусультизаторах. Транзакция прошла или не прошла, в зависимости от этого интеллектуально перестраиваются маршруты. Вот компьютерно собираемые данные. Мы берем с громадной скоростью. Вот digital – это о процессоре, о самостоятельном субъекте деятельности. Следующий пункт очень важный в реализации всей нашей программы. Это законодательная готовность, которую мы все сейчас тоже наблюдаем. Как это выглядит? Приходим и говорим, «Ребята, теперь вы можете ремонтировать свои единицы оборудования не по тому, как вам советует регламент производителя, а можете делать по состоянию». И вот здесь как раз мы наблюдаем много вещей, которые еще на законодательном уровне не прописаны. Поэтому следующий важный момент – это законодательный. Потому что есть направление перехода к ремонту по состоянию, а есть, с другой стороны, утвержденные ТР, которые никуда не денешь. И при этом при всем на эти ТР заложены довольно приличные суммы, которые, безусловно, оттягивают тот финансовый рычаг, который мог бы быть использован с более продуктивным подходом. Хорошо. А что с точки зрения законодательства? Вот вы говорите, оно еще не до конца готово. Ну вот, смотрите, совсем недавно, в сентябре, в мае, Путин подписал указ о цифровизации, создании цифровой среды для российской экономики. Как это делать? Ничего не готово. Абсолютно. Радует то, что президент Толста и к началу 2018 года законодательная база будет создана. Это из той же серии, как хранить данные, за какой период, что с ними делать, кто к ним может иметь доступ. Сейчас также параллельная инициатива создавать платформу, отечественную платформу промышленных данных. И следующий пункт, безусловно, который влияет на позитив развития данной темы, это наличие истории успеха. Это то, что позволяет другим участникам, которые сидят в сторонке и смотрят на все происходящее со стороны, поверить и включиться в это. История успеха. Вот наша история успеха есть на примере нашего ключевого, отраслевого перевозчика российских железных дорог. А вообще, в целом, если с ним прийти на сейчас практики, история успеха, то есть какие отрасли в большей степени сейчас уже… Знаете, отрасли, если их ранжировать по готовности, наверное, одна из самых флагманских – это нефтеперерабатывающая отрасль. Почему? Ну, потому что тот томоклый меч, который над ней замесён, заставляет её двигаться очень быстро и эффективно. Второй момент – они более других готовы это сделать максимально быстро и в плане инфраструктуры, и в плане наличия специалистов, их экспертизы. И, естественно, без денег это делать довольно сложно. Ну, стоит понимать, что Александр сейчас говорит о промышленных секторах экономики. А если говорить в целом, то это то, что касается, в первую очередь, конечного клиента, ну, в смысле B2C-шного бизнеса – это телеком и банк. Там цифра гораздо ближе и её больше. И там задача понятна. И крупная розница. Да, и крупная… А, да, конечно, и retail. Да-да-да, спасибо. Не, ну, если говорить прям совсем про готовность, то это, наверное, IT-компании Google, Яндекс, Facebook, которые действительно накапливают эти данные. Ну, собственно, они длины экспертизы. И если продолжать вот тот вектор, который мы с вами выбрали, о готовности, наверное, можно перейти к другой стороне медали – это о рисках. Вот основной риск сегодняшней действительности, переломляя его, например, сквозь нашу тему – искусственный интеллект. Все технологии, так или иначе, даже сама формулировка «искусственный интеллект» могут быть подвержены тому, что мы будем наблюдать отрыв от реальности. И вот это, конечно, нужно иметь в голове постоянно и работать именно сквозь призму вот этого вектора. Понимать, что необходимо конкретно изменить, а не создать, например, виртуального коня в вакууме, и потом по нему делать такой же обчонок. Если есть задача сократить неплановые ремонты перепростой, надо и работать в этом направлении. Если есть задача оптимизировать процесс анализа летного ресурса наших летчиков, значит, нужно работать в этом направлении. То есть идти от той задачи, от той потребности, которая позволит нам существенно изменить наш подход к созданию добавленной стоимости. Хорошо. Ну, и все-таки давайте, может быть, финальную черту подведем? Финальная должна быть такая. Но сервер балет, нет серебряной пули. Нет, я хочу про первые, то есть конкретные шаги, вот первые шаги, то есть что нужно. Еще раз подводя итог, то есть... Подводя итог. Вот это все, вот это все. Одно без другого не сделается. Конечно, это взаимосвязанная вещь, но просто системный подход. Вот здесь нужно красным написать, меняйся или умный. Еще одно предложение есть, надо почаще встречаться. Дело в том, что вот когда у нас идет бурление, много всяких идей, их надо тестировать. И чем чаще происходят встречи, тем лучше. Одно дело собраться раз в год на конференцию и обсудить. Другое дело прямо в рамках какой-то ассоциации. Или в рамках какой-то клуба это делать. Вот группы, клубы, соцсети, ассоциации, все признал ускорить развитие в этом направлении. Я продолжу вас. Мы являемся постоянными членами рабочих групп, которые созданы в продолжении создания цифровой экономики Российской Федерации. Группу, которая курирует Росатом, группу, которая курирует Ростех. Каждый месяц мы собираемся с экспертами, обсуждаем эту тематику. Собственно, потихоньку двигаемся к тому, что в 2018 году мы сначала, скорее всего, начнем с пилотных проектов, имеющих такое федеральное значение. А потом уже будет сформирована некая понятная дорожная карта, где мы, собственно, и будем стараться. У меня еще один вопрос есть. Вы после обеда на курсе, кто собираетесь, к Лаврову или ко мне? Управление знаниями и данные новой нефти. Я, конечно, к себе зову, потому что у меня будет конкретное предложение. Вы говорите о данных области менеджмента. Это та область, которая слабо охвачена. Мало того, где самые большие проблемы предпринимателей. А сейчас же мир предпринимательский, сейчас мир быстро переконструировать надо. Поэтому вы приходите, я вам покажу определенные датасеты, а вы скажете, что с ним можно сделать с вашими алгоритмами. Хорошо. Вот, замечательно. Лавров тоже классный человек. Мы с ним, да, мы с ним сотрудничаем, с КМ-Альянсом. Но видите, его здесь нету, а я здесь сижу. Понятно. Ну что ж, давайте поаплодируем всем спикерам. АПЛОДИСМЕНТЫ М АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОКИ